всем привет дорогие мои подписчики и гости моего канала надеюсь получится у меня снять видео я сегодня прям подготовилась много-много удалила а для начала вам хочу показать вот курочек выпустила посмотрите какой у меня хрен у нас здесь а когда делали вот эти дорожки и остался вот такой вот треугольничек я говорю мне прям вот его оставьте я суда посадила хрен специально потому что хрен это такая такая такое растение которое если вы соберетесь его подкапывать он у вас разрастись может конечно на весь участок да да чехули показывает вот вот прям вот так вот мы вот один раз подкапывали и он видите он уже вышел за пределы но недалеко поэтому у меня прям вот тут видите васаби какое можно тут вот сделать натереть корешки вообще шикарные потому что без хрена не любая любая консервация это конечно не консервация да что я вам хочу сказать у меня тут вот спрашивают стремила я для вас субботу и спрашивают очень хотят знать про высокие грядки в принципе не так уж и сложно их делать вы их сделаете я даже не знаю сколько лет они у нас стоят они у нас ну мне кажется чуть ли не шестнадцатого года стоят вот представляете а ну смотрите как мы делали вот у вас доска толщиной я думаю что сантиметров пять наверное а ширина у нее сантиметров двадцать до ну длину вы тут уже сами под свой по свои запросы до длинную хотите или короткую они у нас разные они у нас вот это вот это вот у меня грядочка полтора на полтора и это тоже полтора на полтора вот и вот обычно вот обычный брусочек и стягивали брусочком серединку брусочек а здесь винтами стягивали эти можно даже я для больших покупала но нет все наверное стягивали я даже еще какие-то уголки железные покупала такие знаете с дырочками есть между собой стягивала по моему сейчас не помню нет по моему мы их не использовали по моему все-таки на брусочки все это мы делали ну и вот и что и вот так вот засыпали мы ну где-то наверное я так думаю вот вот две доски засыпали что мы чем мы засыпали перегной старый из селосной ямы потом у меня же все-таки корочки поэтому я туда насыпала опилок с курином навозом вот а сверху уже плодородный слой земли немного небольшой и вот вот допустим в этом году вот видите они же на самом деле присели очень хорошо они у вас даже в этом году присядут если вы сразу сделаете единственное нужно очень очень хорошо пролить несколько раз не перемешивать все вот это вот у вас плодородный слоем должен быть наверху зеленый да ой зеленый земельный и вы уже больше не переворачиваете ничего единственное когда вы соберетесь допустим ну на следующий год сажать вот я сейчас соберусь я перекопаю в пол штыка чтобы убрать все сорняки а вот вниз вот так вот не переворачиваю и буду наверное может быть потому что грядка сильно поприсела видите ну потому что овощи какие-то вырывала все равно сорняки вырываешь земля уходит поэтому подсыпаю в первый год я конечно насыпала полную до сразу когда только делала и она так прилично присела ну вот что я даже не знаю что вам еще рассказать вам интересно я смотрю прям единственное хочу сказать что ребят ну ну правда это удобно вот у меня здесь нету я могу показать вот смотрите у меня стоит лавочка вот но если бы она допустим стояла ближе то я фактически могла бы сесть на лавочку и все это делала поэтому вставайте с колен сделайте себе высокие грядки если вы сделаете нормально правильно да вот у меня даже как пример видите вот вот такими уголочками можно железными да если у вас нету брусочков то вот такими можно стягивать вот поэтому вставайте с колен не обязательно на коленках ползать потом для того кто допустим молодой ну да ну наверное в удовольствие я не знаю мне нет удовольствия на коленках стоит перед грядками мне проще сесть на какую-нибудь табуретку или просто вот я реально реально я опёрлась допустим одной рукой да а второй я стою рву сорняки поэтому все таки мне кажется они в любом случае высокие грядки они лучше нежели чем низкие да на уж если еще вот с таким парниковым эффектом это вообще крутейший крутейший вариант мы вот ну смотрите вот видите буквально посадила недавно лук вот он уже весь вот уже прям вот так вот прям весь стал стал это я экспериментально посадила потому что грядку то я еще не готовила совсем поэтому у меня здесь и сорняков он смотрите тут у меня видимо почву очень кислая хвощ полез поэтому надо сейчас мне насыпать зал и сюда раски слите и его вот петрушка вон смотрите как прекрасно стоит себя чувствует да вот а это допустим закрытый вариант это который в этом году мы сделали а вот это вот вот то что она зимовала я же не укрывал вот щавель пожалуйста уже можно есть потом у меня здесь чеснок тоже да ну чеснок в принципе можно в обычную грядку сажать он не вымерзнет под зимой его сажают ну что еще больше у меня пока тут ничего нет ну щавель он видите ничего не вымерзает и рано если учитывать что у нас еще только-только-только листочки появляются да то щавель здесь вот в открытом грунте прям вообще прекрасно себя ведет даже грядка теплая вылезает быстро вот ну вот эту конечно красоту я в том году сделала так как у нас вот этой плитки много осталось от дорожек мы не все запланированные дорожки сделали поэтому я так думаю в принципе почему бы и нет вокруг не сделать мне вот такие вот вот здесь вот тоже вот из этой плитки но посмотрим время покажет надеюсь что я развеяла все ваши сомнения да ну будут вопросы задавайте ребята если вам нравится моё видео не забывайте ставить лайк это все таки мы неприятно реально когда я вижу что люди людям интересно если вам интересно ставьте лайки и пишите комментарии обязательно отвечу на все ваши вопросы а пока пока